Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Чувствую себя одинокой в городе, в котором живу. Как справиться с тоской и страхом заводить новые знакомства? Когда мне было 16, мы с мамой переехали в новый город, в совершенно другом регионе. Город находится в непосредственной близости к столице. Тогда я поступил в университет, научную форму обучения. И практически целыми днями пропадал в Москве. Позже устроилась на работу, также ездила ежедневно на работу на электричке. Дома была только на выходных. Соответственно, никуда не ходила, ни в кем не знакомилась. Даже соседей, толком не знала. Я закончил университет. Начала новую работу и больше часа времени стала проводить дома. Так как работа удаленная. Появилось время вечером для прогулок, для встреч в кафе. Вот только сделать это совсем не с кем. У мамы образовался круг общения. Так как она устроилась в этом все городе на работу. И поэтому она сразу обросла новыми знакомствами. Я разве что знаю кого-то через нее. Но люди это как правило намного меня старше. И друзьями с ними не станешь. Сейчас мне уже 24, скоро 25 и я все так же одиноко. Подходить кому-то на улице в кафе сочту за сумасшедшим. Интернет знакомства тоже отпадают. Так как был неудачный опыт. Стоит ли уезжать из города. Туда где есть новые знакомые и друзья. Или же стоит что-то предпринять. На мой взгляд вам нужно что-то предпринять. Потому что бросается в глаза то, что вы именно написали про страх. что вы боитесь знакомств. И бросается в глаза то, что вы как будто бы имеете некоторые трудности с интересами своими. То есть не чувствуется ярко выраженный интерес у вас к чему-то. Вот. Когда вы говорите про университет. Лично у меня появляются вопросы относительно того, что вы не завели знакомства в этом самом университете. То есть там ни с кем не закрепились ВКонтакте. И само собой это не может не вызывать определенных вопросов. Как так вышло, ввиду чего так вышло, как так получилось и так далее. Это, как мне кажется, важно для понимания вас, для понимания ситуации, в которой вы оказались. Что бы, ну, лучше понимать, в чем конкретно ваша проблематика заключается. Вот. То есть что конкретно вас, вот, беспокоит, да, а что конкретно у вас, ну, не получается в этой ситуации. Ситуации, в которой вы описываете, вот. Дальше. Дальше идем. Вас, как будто бы, волнует мнение других людей. Вы говорите нам, что существуют, ну, сумасшедшие. Вот. То есть вот, ну, вы боитесь, получается. 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 Получается, вы боитесь того, что вас могут счесть, ну, сумасшедшие. Вот. Это страх. Тоже. Такой вот он. Страх оценки. Страх осуждения. Вероятно. Вот. Ну и, возможно, элемент неуверенности в себе тоже присутствует. То, что вы вот в какой-то степени ставите под сомнение то, чего вам хочется, то, чего бы вам хотелось бы. Вот. В угоду, собственно, другим людям. Ну, надо ли говорить, да, что хорошего из этого никогда ничего не получается. Поэтому я думаю, что проработать с уверенностью в себе и оформить более чётко ваши интересы, избавиться, может быть, от комплексов определённых постепенно. Это позволит вам решить проблематику общения. Потому что на самом деле сложно общаться, когда у тебя с людьми нет общего. Да, безусловно, вы можете переехать, безусловно, вы можете переехать. Ну, если вам так хочется, да, то это как бы... Ну, это не решит проблему. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Я имею ввиду, не решит проблему вашего, ну, восприятия себя. Вот. Как-то так. Почему я так много внимания уделяю интересам, да? То есть, вот вы, значит, пишите, что, ну, вы одна, да, и спрашиваете там, подходить к кому-то, интернет-знакомство, ну, вот. Вы не рассматриваете вариант хобби, как будто бы. Вы не рассматриваете вариант, ну, развлечений. Люди часто знакомятся именно там, таких, ну, да, вот. А ещё я бы не нацеливался бы на дружбу как таковую. То есть, я бы всё-таки больше смотрел бы сначала. Просто на то, чтобы контактировать с человеком, чтобы у вас был постоянный круг общения. В последствии, это действительно может вылить за вас что-то больше. Но вам необходимо что-то общее. А общее, это общие интересы. И, соответственно, какие интересы у вас. А выражать интересы, судя по тому, что я вижу, вам мешает некая ваша неуверенность в себе. Дальше. Чувство одиночества, то, что вы чувствуете одиночеством, вероятно, связано с тем, что вы себя не принимаете где-то. Ну, где-то, в чем-то не принимаете. И это немножко другая история. Эта история не связана с, ну, с поиском знакомств и так далее. Эта история немножко другая. Ну, о другом, скажем так. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос сейчас. С точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...